Сегодня в Чебоксарах чествовали работников дорожного хозяйства. Торжественная церемония состоялась накануне профессионального праздника. Каждый год его отмечают в третье воскресенье октября. Как завершают год чувашские дорожники и что у них в приоритете, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Фронт работы специалистов дорожной отрасли огромен. Только по территории Чувашии проходит порядка двух тысяч километров автодорог. Каждый год возникает необходимость в капитальном ремонте старых и строительстве новых трасс. За их содержание отвечают десятки тысяч человек. Нынешний год для отрасли оказался непростым. Удручающее состояние трасс после зимы – банкротство Чуваши-Автодора. Но несмотря на эти вызовы, работники дорожной сферы сумели выполнить часть намеченного. Какие у нас сегодня объемы, какой у нас сегодня объемный дорожный фонд. За последние 5 лет не было таких объемов. Более 4 миллиардов у нас составляет объем дорожного фонда. Задачи на перспективу обозначил председатель правительства республики. Иван Моторин отметил, что подрядные организации должны активнее осваивать уже выделенные средства. Во главу угла необходимо ставить и качество работ. Здесь вот прозвучали цифры освоения средств дорожного фонда 36%. И, наверное, когда утверждалась дата праздника дорожников, наверное, все-таки планировалось, что к этому периоду основные дорожные работы, связанные со строительством, модернизацией, ремонтом, они должны быть завершены. В текущем году, конечно, мы этого говорить не можем, так как целый ряд крупных объектов сегодня, которые мы должны с вами были сдать, пока не завершены. Но я надеюсь, что до конца года будут приложены максимальные усилия. До конца этого года намерены сдать развязку по улице Фучика в Чебоксарах. Продолжается и ремонт уличной сети. Сейчас новый асфальт кладут на Алатарском шоссе. Ближайшая перспектива – реконструкция мостов. События, допустим, по Парецкому мосту или в прошлом году по Вятке показывают, что в любой момент транспортный поток республики может быть ограничен одним вот узким местом. Поэтому необходимо здесь разрабатывать и проектно-сменную документацию, бороться по включению, опять же, в это направление, которое финансируют за счет Федерации. В приоритете подготовка к зимнему сезону. Перед муниципалитетами стоит задача найти подрядчиков для содержания дорог. Сегодня нужно создавать конкуренцию, нужно создавать новые компании, которые будут работать на этом рынке. И наша задача здесь стоит та же, что и была год назад. Мы должны обеспечить проезжаемость дорог. Торжественная часть вручения – наград. Лучшие работники отрасли получили благодарности и почетные грамоты. Медрик Валев и Андрей Спиридонов. Республика. Между тем, к дорожникам остается много вопросов. Автодорога по улице 10-й Пятилетки в Новочебоксарске при Чевоязыцах, в особенности у водителей. На какой стадии находится ее ремонт, выяснял Родион Архипов. В прошлом году ремонтом автодороги по улице 10-й Пятилетки занимался Чувашавтодор, но завершить работу не успели. Предприятие обанкротилось. В текущем году в качестве подрядчика выступила строительная компания «Гарант». На реконструкцию дорожного полотна планируется потратить около 36 миллионов рублей. 10 октября попытка получить комментарий у новочебоксарских городских властей по поводу состояния и сроков окончания ремонта долгожданного дорожного полотна по улице 10-й Пятилетки так и не увенчалась успехом. После чего на официальном сайте городских властей все же появилась информация. Цитирую. 10 октября 2016 года по улице 10-й Пятилетки СК «Гарант» проводилась укладка асфальта по улице Восточная до магазина «Идель» 11 октября. Субподрядная организация «Гарант» проводилась подготовка основания под асфальт. Был уложен щебень. По улице 10-й Пятилетки проводились работы по укладке асфальта по нечетной стороне от перекрестка по улице Восточная до перекрестка Ельниковский проезд. И хочется верить, что мы помогаем таки приблизить долгожданную встречу автомобилистов с отремонтированной автодорогой по улице 10-й Пятилетки. И как нам показалось, именно после нашего общения с пресс-службой администрации города Новочебоксарск, кстати, до сих пор обещающей подготовить комментарии специалистов дорожной службы, на ее официальном сайте появилась таки информация о проделанной на сегодняшний день подрядчикам работе. Что ж, таким ответом мы удовлетворены. Ведь нас, как и автомобилистов и всех жителей Новочебоксарска, больше интересуют не слова, а конкретные дела. Родион Архипов, Сергей Адушкин. Республика.